всем привет ребята иду на подработку какой-то завод перерабатывают пластик какой-то аппарат засыпать пластик в гранулах таким образом работать с 8 до 8 еще не знаю что там за работа я подготовился взял с собой перчатки одежду запасную виду в этот в офис меня оттуда отвезут надо успеть успеваю заплатят где-то примерно 95 долларов за такую работу за 10 часовой рабочий день будешь обед там вероятно ужин какой-то двухразовое питание и плюс перерывы если получится я покажу вам чем я там занимаюсь какая работа насколько она тяжелая и грязная я сам не знаю что там вообще а сейчас я я направляюсь в офис ну в целом работаю не сказать что у меня стало больше да он сами но она есть только им надо вот найти ходить вот так вот с утра по биржам бессмысленно не надо искать в интернете в телеграме по объявлению звонить для нелегалов конечно работы нет как всегда вот тех у кого визы им попроще утро у нас оживленное вот люди уезжают это центр поддержки иностранцев в городе ансан и вот мне как вроде как сюда надо идти поднимаюсь не знаю на какой этаж норибаны караоке норибаны вот а я тебя как э в по вы еще в Я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу. У меня есть ли, у меня есть ли? Я не могу. Вот. Мы пришли в сам ущерб. Есть какой-то... Кипиш, короче. Телефон. Я не могу. Я не могу. Нет, я не могу. Я не могу. Не вышел, вроде не вышел, короче, на работу. И он ему звонит. А тут не хочет. Выходить. Хм. Продолжение следует... 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 трудящегося, рабочего или там, крестьянина, или строителя в Южной Корее или с таким же гипотетическим рабочим, трудящимся в России по условиям труда которые существуют в этих странах делаю оценку такую, знаете объективную то есть канал у меня мультикультурный никого не хочу обидеть ну и плюс то, что я довольно-таки длительное время не был в России но я постоянно общался с российскими подписчиками в течение довольно-таки длительного времени и могу таким образом сделать какие-то суждения по этому поводу так вот отличия работы в Корее и работа в России есть, конечно с этим не поспоришься от этого никуда не денешься ну и хотел бы их как бы озвучить ну может быть это вам покажется так неуместно да ну смотрите вот по интенсивности труда рабочего в Южной Корее не будем делать градацию на иностранного рабочего в Южной Корее на местного они практически работают одинаково ну там кто-то больше кто-то меньше ну и местные поверьте мне работают не хуже вот например Южно Корейцы а по сравнению например с вегуками с иностранцами а так вот вот я подхожу к самомучили еще есть время во время у меня есть хотел бы с вами возразить эту тему чужие отличия например труда Южной Кореи от труда в России вот так вот физический труд он как бы такой мало чем отличается по нагрузкам по физическим нагрузкам и по интенсивности ну примерно одинаковые но есть в этих странах основные различия первое различие он где бы вы не работали в Южной Корее будь то там на полях на стройке на фабрике на заводе на корабелке там на корабле в порту или в море вас всегда бесплатно покормят если вы например приходите рано то вас покормят завтраком обед это обязательно обед длится час как правило но вот я вот иду сейчас вот на на пластиковой коробочке там полчаса но это редко очень редко если вы работаете там например сверхурочно вас покормят ужином а в России такого нет как правило бесплатно вас там никто не покормит ну может быть есть исключение но это очень редко а второе отличие заработная плата естественно в Южной Корее заработная плата выше чем в России цены может быть на продукты ну вот на хорошие продукты конечно возможно и цены на порядок выше да ну я бы не сказал что на обычные продукты существует какая-то разница то есть зарплата выше и основа зарплат например в Южной Корее и является почасовая рабочая ставка почасовая примерно сейчас почасовая где-то около 8 долларов в час платят 800 рублей в час платят примерно если по продолжительности рабочего времени то оно как бы сравнялось если раньше например как правило выходили на работу в Южной Корее чтобы отработать 12 11 12 часов то сейчас сократилось время в неделю 52 часа вы можете работать максимум и поэтому рабочее время сократилось но увеличивается почасовая рабочая ставка так вот первое вас покормит второе зарплата выше на порядок у рабочего я не буду брать специалистов и так далее у простого среднего рабочего я думаю почему зарплата выше поскольку экономика в Южной Корее работает как единый слаженный механизм все отрасли развиты гармонично при том что нет ресурсов природных по этой стране но есть технологии которые стоят на вооружении в экономике и на выходе из экономики Южной Кореи выходит высокотехнологичная продукция соответственно стоимость этой продукции добавленная стоимость выше и поэтому выше заработная плата чем в России в России несколько иначе например кстати мы не будем этого касаться это развивать и следующее основное различие отличие условий труда и вообще работа в Южной Корее от работы в России заключается в том что в России к трудящемуся к рабочему относятся мягко говоря неуважительно например в капиталистических странах в Южной Корее тоже быть непрестижным например рабочим они мало получают по сравнению с специалистами вся молодежь стремится пойти в университеты и так далее учиться но нет такого пренебрежения к физическому труду к простому рабочему как в России вероятно в России это происходит потому что зарплаты у рабочих небольшие поэтому никто не хочет работать обычного рабочего сама страна вот эта вот Южная Корея после войны она пережила такой серьезный кризис голод только благодаря усердному труду она стала развиваться и совершила такой прорыв в экономике все это сделала она благодаря тяжелому физическому труду показываем негрет вот такой идет сушек и не так надо смешивать вместе есть получилась вот это и не сейчас ну как Яичница. Сегодня какой-то миксовый день. Опять смешали мне. Это ужин со льдом, видите. Попробуем. Это ужин, яичница. Попробуем. Макияжа. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok